Акваланда Сегодня мы попробуем немножко рассказать о том, что же такое акваланда. В тробе уже известных ластой маски мы имеем баллон, в котором закачан воздух под давлением около 250 атмосфер. Жилет-компенсатор, который помогает держать не только баллон, но и самого аквалангиста на поверхности. И, можно сказать, набор регуляторов первой ступени и регулятора второй ступени. Как это все работает? Для того, чтобы сразу не проглотить весь воздух под давлением 250 атмосферы, не улететь в стратосферу, на баллон крепится регулятор первой ступени, регулятор давления первой ступени, который позволяет снизить давление с 250 атмосфер до 70 атмосфер. И под таким давлением, вот по этому шлангу, воздух поступает в регулятор второй ступени, который непосредственно уже мы держим во рту. Кроме того, существует еще прибор, необходимый аквалангистам, для того, чтобы понимать, на какой глубине вы находитесь. Этот прибор называется глубиномер. И прибор, который показывает, какое давление в баллоне у вас осталось. Для непредвиденных обстоятельств предусмотрен еще один регулятор второй ступени, который называется октопус. В случае возникновения нештатных ситуаций, его можно использовать как запасной дыхательный аппарат. И от регулятора первой ступени идет еще один шланг, который непосредственно приходит на инфлятор жилета. Вот эта трубочка называется инфлятор. Таким образом цепляется и позволяет подавать воздух непосредственно в сам жилет. Надувая жилет, естественно, вы увеличиваете свою положительную плавучесть и можете оставаться на поверхности. Сдувая жилет, вы можете... Вот здесь существуют две кнопки. Сдувая жилет, вы можете погружаться. Теперь мы попробуем все это собрать. Сначала на баллон одевается жилет. На жилете существует такая жесткая спинка. На ней петелечка. Эта петелечка набрасывается на вентиль. А затем специальным ремнем баллон притягивается к спинке жилета. Следующая фаза это одевание, прикручивание регулятора первой ступени. Делается это так. Снимается колпачок. Вот так. И легким движением руки вы закручиваете гаечку. Таким образом, мы собираем регулятор. Прикручиваем регулятор первой ступени. Свободный шланг мы прикручиваем к инфлятору. И продеваем его специальную петелечку, чтобы это все не болталось. Так. Таким образом, у нас получается акваланг в сборе. С правой стороны у нас два регулятора второй ступени. С левой стороны у нас остается манометр и глубинометр. Вот в таком боевом комплекте, с ластами, с маской, в гидрокостюме и с грузовым поясом, о чем мы скажем немного позже, аквалангист готов к погружению. В условиях пребывания под водой столь привычное для нас дыхание становится возможным при одном условии. Если внутреннее давление воздуха в легких будет равно внешнему давлению воды. Именно эту задачу удалось прекрасно решить Эмилю Ганьяну и Жапу Кусто. Их изобретение позволяло автоматически регулировать давление воздуха в легких на разных глубинах. Акваланг. Водное легкое. Дало нам возможность совершать продолжительные путешествия в таинственный и бесконечно разнообразный подводный век. Но этому занятию обязательно должен предшествовать процесс обучения навыкам и основам погружения. Существующие на сегодняшний день правила погружения специально разработаны профессионалами и позволяют избежать нежелательных последствий. И как в любом деле, залог успеха и личной безопасности в точном соблюдении этих правил. Значит, и что мы с вами будем осуществлять под водой? Продувка регулятора и такое упражнение, как поиск регулятора. То есть, опять же, та же ситуация, если регулятор у вас вырвало изо рта, ну, зацепились изо что-то. Значит, как это будет выглядеть? Ой. Ну, вот он, грубо говоря, там прикреплен. Вот регулятор у вас вырвало, да? Все, он болтается, вы его не видите. Вы его не видите. Для того, чтобы его найти, главное, все спокойно, без паники и не торопясь. Воздуха вам хватит. Вы делаете наклон корпусом направо, потому что регулятор, все, что касается дыхания, при сборке, а то я вам покажу, одевается с правой стороны. Значит, вы наклоняетесь направо, вот делаете рукой вот такой вот жест, как бы загребающий. Тем самым вы подхватываете шланг регулятора спокойно. На занятиях начального базового курса по дайвингу приобретаются не только основополагающие теоретические знания, но и практические навыки. Эти упражнения – обязательная часть техники безопасности под водой. Начальный курс практической подготовки дайвера требует умения надевать под водой маску, акваланг, находить регулятор, дышать под струей воздуха. Всему этому учатся начинающие аквалангисты, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций на открытой воде. Как раз-таки случай вспомнила. У меня была ученица такая бодрая женщина, в лет 55 где-то, активистка очень большая. И под водой, если вы что-то видите, большую рыбу, красивую рыбу, неважно, что бы вы ни увидели, не начинайте открывать рот, выплевывайте регулятор и об этом рассказывать. Потому что женщина, когда увидела большой косяк рыб, который подплывал, она выплюнула регулятор и начала мне об этом рассказывать. Еще под водой мы сегодня с вами сделаем такое упражнение, называется баланс с касанием. Для чего это нужно? Я сейчас объясню, что это такое, для чего это нужно. Баланс с касанием, значит, мы ложимся полностью на дно на сдутом жилете. Потом, делая глубокий вдох, во время этого вдоха, вы потихонечку, прям по чуть-чуть, начинайте поддувать жилет. Вы должны в итоге, вы должны зависнуть под углом, ну, приблизительно 45 градусов, вот в таком положении, касаясь ластами дна. И так, чтобы вот туда-сюда вас не дергало, а за счетом на одном месте вы бы висели. Упражнение баланс с касанием, его еще называют маятник, позволяет почувствовать, как собственное дыхание влияет на изменение плавучести. Вдох и выдох воздуха постоянно и ощутимо изменяют плавучесть аквалангиста то в одну, то в другую сторону. Стоит вам вдохнуть и задержать дыхание, и вас уже тащат наверх. Выдохнуть, и вы опускаетесь вниз. Не пытайтесь отрегулировать баланс с касанием только за счет надутия и сдутия жилета. В основном это все должно быть идти за счет дыхания. То есть вы один раз поддули жилет чуть-чуть, а дальше при помощи дыхания вы уже регулируете. То есть если вы будете делать глубокий вдох, соответственно, вы будете чуть выше. Если вы будете делать глубокий выдох, соответственно, вы будете немножко ниже. Вам надо найти золотую середину. Если что-то не будет получаться, как бы ничего страшного, с первого раза это может не получаться. И ничего в этом такого нет. Это не значит, что у вас нет склонности к подводному плаванию, и заниматься вам этим не следует. Когда вы будете плавать под водой, следите за тем, чтобы нога у вас была прямая, ну вот в ластах. Потому что если согнуть ее в колени, вы будете тратить слишком много энергии, вы будете создавать много беспорядочных движений, которые пользы никого не принесут. И вас уже тащит наверх. Выдохнуть, и вы опускаетесь вниз. Именно процесс дыхания под водой является определяющим в дайвинге. И это упражнение отрабатывается в первую очередь, так как открывает путь в комфортные и безопасные плавники. Научиться регулировать плавучесть, значит обезопасить себя от многих проблем. Горизонтальное передвижение аквалангиста под водой осуществляется только при помощи ластов. Никаких грибков и камень. Руки всегда находятся в сложенном положении. Исключение может составлять только проникновение в затонувшие объекты или пещеры, где без помощи рук не обойтись. Пояс со свинцовыми грузами придает аквалангисту отрицательную плавучесть. Попадая на необходимую глубину, он поддувает жилет и уравновешивает силу тяжести. При случайной потере грузового пояса существует опасность самопроизвольного всплытия, так как выталкивающей силе ничто не противостоит. Аквалангист должен уметь удержаться под водой, найти и надеть свой грузовой пояс. Под водой, что важно еще помнить при погружении, если у вас начинает закладывать уши, не ждите, не смотрите на своего партнера, что он не продувается, ничего не делает. Каждый организм индивидуальный. Кому-то надо продуваться 20 раз за метр, а кому-то одного раза достаточно. Поэтому вы должны мерить только по себе. Как только почувствовали боль в ушах, что начинает что-то закладывать, тут же продулись. Как продуваться, я вам напомню. Зажимаем нос, выдох, вдох мы делаем ртом, зажимаем нос и выдох с закрытым ртом как бы внутрь. При этом вот здесь в ушах вы почувствуете такой характерный писк. С каждым метром погружения растет давление воды на наш организм, угрожая порвать барабанные перепонки в ушах. Чтобы этого не произошло, достаточно каждый раз при закладывании ушей поддувать изнутри воздух. Эта процедура выравнивает внутреннее давление в носоглотке с внешним. Лучше продуваться, зажав нос. В противном случае можно заработать баротравму уха. Но в море, как правило, чем больше вы будете суетиться, тем больше у вас будет расход энергии и, соответственно, расход воздуха. Все будут нырять там полтора часа и успеют посмотреть ногу. А вы поныряете там 40 минут, и все, и воздух закончится, и как бы при этом всплывать. Поэтому всегда под водой все должно быть спокойно. Никакой паники, никакой торопливости. Все должно быть предельно спокойно. Самое главное правило, которое вы должны учитывать, это то, что под водой надо дышать равномерно, постоянно и глубоко. То есть мы не задерживаем дыхание для того, чтобы сэкономить воздух. Вот, как правило, часто ошибки бывают. Люди думают, ага, вот если я буду задерживать дыхание, значит, я сэкономлюсь и воздуху подольше мне. Хватит там поплавать еще. На самом деле это ошибочное очень мнение, и так делать ни в коем случае нельзя. Потому что под водой мы попадаем под повышенное давление. Легкие, это эластичная ткань, ткань легких, и она растягивается. Грубо говоря, если мы возьмем с вами воздушный шар, надуем его до определенного состояния, начнем погружать под воду, то с увеличением глубины его объем будет уменьшаться, он будет сжиматься. А если мы начнем быстро всплывать, то, соответственно, объем резко увеличится, на поверхности он может как бы лопнуть, то же самое может произойти с вашими легкими. В организме человека на глубине происходит более активный газообмен, чем на поверхности. И при всплытии возникает опасность и сонные болезни. Если у вас какие-то проблемы, что-то не так, маску вода там, допустим, затекает, уши не продуваются, ну все что угодно, да, вы показываете вот так проблемы. И на то, что у вас, допустим, проблема, там, ухо продуться не могу, проблема, там, маска там. Подводный язык аквалангистов эффективно дополняет технику безопасности при подводных погружениях. Как и язык морских жителей, он немногословен, но позволяет передавать и получать основную необходимую информацию. Кроме того, он интернационален и расширяет границы общения с представителями других стран. При всплытии вы всегда должны смотреть наверх. Куда вы всплываете? Посмотрите наверх, и пузырьки, выходящие из вашего регулятора, вы должны всплывать чуть медленнее, чем самые маленькие пузырьки, выходящие из вашего регулятора. И след за ними вы всплываете. Значит, при всплытии рука на инфляторе, вторую мы поднимаем вверх. Это понятно? Для того, чтобы люди видели, что вы всплываете, потому что могут проплывать здесь кто-то, и чтобы вас не задели. Да, как угодно. Для того, чтобы вас не задели, не толкнули, для того, чтобы вы кого-то не задели, не толкнули. Вы сначала поднимаете руку, то есть правая рука у нас наверху, левая на инфляторе. Как только показались на поверхности, начинаем надувать жилет. До этого никаких надуваний мы жилет не надуваем. Для лучшего обзора при всплытии рекомендуется движение наверх по спирали, то есть медленно поворачиваясь на 360 градусов. Теперь по поводу воды. Значит, при входе в воду. На что надо обращать внимание? Вход в воду мы будем делать с вами вход в воду гигантским шагом. В полном снаряжении. Вы встаете на бортик бассейна. Правой рукой вы будете придерживать регулятор, вот этой части ладони, регулятор, вот так руками, пальцами маску. То есть, ну, грубо говоря, это будет выглядеть вот так. Регулятор здесь во рту, вот так маску придерживает, для того, чтобы она не соскочила. Левой рукой вы будете придерживать грузовой пояс за застежку. Для того, чтобы он не расстегнулся при прыжке. Перед погружением дайверы разбиваются на пары, чтобы осмотреть снаряжение друг друга и при необходимости исправить ошибку товарища. Ну, как расстись, Сеня? Тяжеловато, конечно, ничего. Можно передвигаться? Вот. Ну, подожди. Меня сейчас отнесет. СМОЛОТИН? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скуба-дайвинг, подводное погружение с аквалангом, сравнительно новое увлечение человечества. Оно притягивает все большее количество людей. Вся жизнь сразу делится на две части. Одна до первого погружения, другая после него. Более 10 миллионов человек так или иначе подпитывают целую подводную индустрию. И это стоит того. Того непередаваемого ощущения парящего полета в каком-то другом фантастическом мире с его удивительными обитателями. Подводное плавание совершенно безопасно и увлекательно. И я не знаю другого занятия, которое так удовлетворяет человеческое любопытство. Жак и в кусту. На этом мы завершаем рассказ о дайвинге. Но тем, кто заинтересовался им всерьез, мы рекомендуем обратиться в подводный клуб. Кстати, дайвинг лучше обучаться не на море, а в фасцине, желательно недалеко от дома и на родном языке. А мы благодарим спортивный комплекс Останкино за помощь в создании этой передачи. И еще, если среди вас найдутся желающие отправиться с нами в одну экспедицию, то на нашем сайте вы сможете узнать всю подробную информацию, как это сделать. До встречи! Генеральный партнер программы Туристическая компания «Экспресс-Лайн» Планета Земля в самых ярких красках. Партнер программы Магазин «Мир приключений». Любое снаряжение для туризма и отдыха. Туристическая компания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Туристическая компания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Туристическая компания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова